друзья всем привет вы на канале мастерской странные камни меня зовут дмитрий для тех кто смотрит нас впервые коротко расскажу про нас значит уже несколько лет мы занимаемся такими темами как рукотворный камень мы восстанавливаем какие-то старые рецепты ищем их отрабатываем придумываем что-то свое основными нашими такими любимыми направлениями то являются осилковый мрамор штук мрамора скальола но и как бы другие направления тоже не оставляем без внимания ну для тех кто смотрит нас постоянно рассказывать ничего не надо бы уже знаете что сейчас что-то будет вот значит за последние несколько лет мы с вами делали граниты всякие мраморы малахиты но пытались малахит в общем чего только не делали делали камни из имитации камня из гипсов из разных цемента из каких-то бетонных смесей есть у нас с вами даже в ассортименте морозоустойчивый камень который абсолютно не реагирует ни на что ну и сегодня хочу показать еще одну интересную штуку впервые получилось у меня эта штука год назад примерно но я все думал выкладывать не выкладывать технологии еще до конца как бы не проработана у меня там есть еще такие темные пятна некоторые которые надо будет раскрывать но сейчас в двух словах покажу что же я такое интересное придумал на этот раз вот и значит собственно вот такая вот каменная штука по форме это может быть не взять на лепешка да там блин это может быть какие-то блоки кирпичики тоже все получается хорошо то есть это вчера до днем я сделал массу определенную просто выложил ее на пленку вот она у меня затвердела вот но самое интересное будет дальше значит еще по внешнему виду по узору по цвету абсолютно все что угодно вот здесь я подкрасил такой какой-то в коричневый с разводами вот камера наверное не цепляет но немножечко даже такой визуально какой-то полупрозрачный получился если не добавлять пигментов получается такая светло-серая масса с мелкозернистым узором не как гранит а прям вот еще мельче зерно ну как обычный камень в общем примерно так вот что мы делаем дальше давайте вот возьмем брусочек и просто так вот положим на некоторое время и потом посмотрим что у нас произойдет и так друзья прошло примерно минут 40 посмотрим ее прям сильно погнуло при этом твердость свою она сохранила вот если сейчас мы положим ее на стол на плоскость она через какое-то время опять примет изначальное свое состояние вот если делать какие-то блоки эффект немножечко другой получается я делал ради эксперимента ну где-то вот размером свой кулак несколько таких кирпичиков укладывал их друг на друга и получается что в принципе сильной деформации как здесь не наблюдалось ну они чуть-чуть под весом конечно осели до стали такие чуть-чуть пузатенькие но через неделю они между собой срослись то есть ну как бы если сбоку смотреть было не плоскости на монолитные были отчетливо видны границы с каждого блока но рассоединение рассоединить их уже не получилось то есть пришлось раскалывать все прям молотком по ним стучал я ни на что не намекаю ни на какие там особые технологии просто вот получилась такая штука значит что еще хочу сказать из-за того что я честно до сих пор не по ним не понял как это работает пока никакого точного прямо вот рецепта не дам потому что ну не хочу вводить в заблуждение да то есть когда уже будет полностью все отработано рассчитано тогда конечно да я открою как я все это делал значит примечательно что в этой технологии если мы говорим о каких-то бетонных там либо технологиях рукотворного камня да у нас всегда там есть там две фазы кругу говоря да мы замесили с вами какую-то массу будь то жидкая либо густая и вот и вторая фаза ну то есть первая фаза этого как бы масса теста вторая фаза это уже у нас с вами готовый твердый камень здесь мы наблюдаем еще вот такую переходную фазу то есть вот вот эта вот пластичность она будет наблюдаться в течение где-то примерно пару суток а потом уже происходит полное затвердевание то есть уже все изделие не деформируется вообще никак вот то есть в принципе то бы если удастся это все до конца проработать понять принципе действия вот всего на происходящее внутри ну в принципе интересная штука получается да то есть мы можем сделать какие-то блоки на у нас есть там время для отливки для этого перевозки этих блоков составили и потом все у нас с вами уже грубо говоря готовая стена по прочности в застывшим в окончательном виде ну примерно как наверное бетон мне кажется я не думаю что там прочнее получается но молотком вот эти вот блоки я разбивал прям силой лупил прям так хорошо ну что могу сказать что здесь кстати нет ни гипса не цемента здесь немножечко другой принцип вот всех этих связующих штук да и никаких полиэфирных смол то есть честно скажу вообще вот не стояла задача сделать какую-то такую разработать технологию вообще ставил эксперименты для других целей но случайно получилось вот такой кстати вот она чуть-чуть на столе полежала и начала уже немножко выравниваться вот то есть примерно вот значит такая вот история у нас получается но по применению как бы готов материал нам думать где его можно применять потому что я пока не понимаю как этот материал будет реагировать с какими-то атмосферными явлениями да не знаю как он будет переносить воду и мороз ну с водой вроде более-менее нормально я взвешивал после погружения воду там где-то в районе 7 процентов водопоглощения материалов ну и соответственно там за сутки вся эта вода испаряется выходит вот что происходит внутри пока не знаю вот сейчас время какое-то будет сделаю еще в этом рассмотрю под микроскопом посмотрим какая-то структура обязательно тоже засниму этот процесс выложу дату и чтобы понять структуру то есть какие там кристаллы если они мне кажется их вообще там нет потому что нечему кристаллизоваться по сути вот материал прекрасно кстати шлифуется но хреновенько полируется руками машинками не пробовал просто нет у меня такого машинного оборудования для полирования камня но просто там какой-то каким-то камнем да там силком абразивом в принципе сошлифовывать но опять же там в течение нескольких дней потом уже после полного затвердевания уже никак не получается вот значит наверное все на этом если какие-то вопросы или может быть у кого-то что-то подобное получалось давайте как на эту тему общаться потому что мне бы очень было бы интересно все-таки добить этот материал рецепт прямо до идеала чтоб и каждую фазу контролировать по времени потому что пока это все такое вот на авось на то есть он остыл не застыл затвердел не затвердел а хрен его знает да хочется чтобы это был прям уже на сто процентов понятно как это все работает вот по поводу рецептов сказал да то есть рецепт дам когда уже будет он полностью готов отработан вот ну в принципе наверное на сегодня как бы все всех благ берегите себя всем пока